Всем привет! Сегодня распакуем маленькую посылочку, ну, относительно маленькую посылочку с Алиэкспресс Да, вроде с Алиэкспресс В которой находится бюджетный смартфон, который сейчас, учитывая курсы валют, которые сейчас просто космические, думаю, что будут очень популярны среди людей, которым нужен смартфон, но нет много денег Либо которые рассчитывали, скажем, на более интересный аппарат, но до повышения курса Вот, и вот это один из таких смартфончиков Ну, честно скажу, я не считаю, в принципе, эти смартфоны особо интересными в качестве обзора Вот, сделаю сейчас распаковочку, покажу внешний вид, что, как, почему и зачем, ну, и, соответственно, поговорим по поводу обзора немножко позже Это HomeTop HT7 Аппаратик довольно-таки простой, то есть, по сути, видите, да, вот эту вот голограммку, ничего вам не напоминает, да? Ну, для тех, кто не знает, что HomeTop, по сути, это то же самое Doogie Doogie, Doogie, кто как называет, то есть, по сути, контора как бы одна Вот, и, соответственно, как бы товар у них, по сути, фактически будет, ну, начинка у них будет идентичная Только разные бренды, брендинг, либо просто еще суббренд Значит, по процессору у нас 80-й процессор, который у нас довольно-таки старенький, грубо говоря Ну, как, на рынок вышло недавно, но технологии у него довольно старые То есть, получается, у нас 1,3 Гц, 4 ядра, поддержка 2-х сигмарта, Android 5.1, GPS и GPS HD дисплей, 1280 на 720, 5,5 дюймов, сми, изменить память Значит, оперативочки 1 гиг и 8 гиг встроены, батарейка 3000 мА Самое интересное в аппарате, ну, мне кажется, в принципе, это батарейка То есть, если он будет нормально звонить, то, в принципе, за эти деньги, ну, есть смысл рассмотреть Powerpack, не знаю, что вот этого бы означало, вот эта вот наклеечка, честно говоря Ну, ладно Видим, что коробочка у нас несколько переработанная Переработанная, как она правильно у нас открывается Ага, вот так вот она вскрывается Вот наш аппарат HomeTom HomeTom, 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 HomeTom Ха, прикольный Чем мне нравится HomeTom больше, чем нравятся Дуги Тем, что, ну, у них какой-то более интересный дизайн Что у нас в комплекте? В комплекте у нас есть Воу, зачем это нужно? Зачем это нужно? Не совсем понимаю, зачем это нужно Так, 16х4, 40-миллиметровый адаптер Странненько Вот, есть вот такой вот микро-USB кабелек Давайте посмотрим, что у нас выдает зарядка Зарядка у нас выдает, выдает, выдает Написано у нас брендированное HomeTom Выдает у нас целую тысячу миллиампер Ну, на самом деле, для 3000-миллиамперной батарейки Это не самая, скажем, крутая зарядка Если было бы хотя бы полтора ампера Я думаю, что было бы, в принципе, интереснее Но, о чем мы говорим Это все-таки, как ни крути Это все-таки бюджетный аппарат Поэтому здесь чего-то сверхъестественного Хотеть, я думаю, что не стоит Такой же аппарат, то знаю, что получил мой друг Дима С канала Сами Сусами Можете зайти, в принципе, на его канал посмотреть Уже у него распаковочка была И он столкнулся с одной проблемкой в этом аппарате Которую я, в принципе, сейчас попробую проверить Так, аппарат, насколько я помню, он должен быть разборной Да Сразу скажу по ощущениям То аппарат довольно-таки приятный в руке То есть, ну, я не скажу, что аппарат стоит 60 долларов То есть, его берешь в руки И он такой, ну, ну, и что-то в нем есть Что-то в нем есть Снимаем эту транспортировочную пленочку И после того, как мы ее снимаем У нас на экране все равно есть пленочка Которую у нас наклеил производитель Так, батареечка Батареечка, батареечка Батареечка у нас идет со специальной наклеечкой Которую мы снимаем Написано у нас тоже здесь 3000 мА По поводу того, как у нас здесь вставляются сим-карточки Сим-карт у нас здесь две Две микросим-карты И можно поставить также у нас одну карту памяти Ну что ж, пробуем запускать Смотреть, что-то зверек Аппарат у нас заводится Экран не ОГС Уже, как говорится, сразу уже видно Наметанному глазу Вот Впечатление, первое впечатление у смартфона приятное То есть, вот я помню аппараты Дуги, которые я брал Ну и аппараты от Хонтом Это первый фактически представитель Хонтома, который попал ко мне в руки И я могу сказать, что у меня довольно приятные тактильные впечатления Дизайн у него, в принципе, довольно интересный Задняя крышка Ну что-то они все-таки сделали То есть, китайцы что-то где-то научились Не зря они все-таки сделали еще один бренд Помимо своего основного Может быть, со временем и это станет основным То есть, вместо Дуги Я не знаю, не могу этого точно сказать Но, тем не менее Вот этот смартфончик мне нравится Единственное, что мне в него не нравится Это его железо Давайте посмотрим яркость Ну, яркость, в принципе, на нормальном уровне Так, минимальная яркость Да, тоже, в принципе, может быть То есть, это не самая маленькая Но, тем не менее, яркость довольно-таки, скажем, неплохая Единственное, что вижу, что экранчик еще немножко желтит Но желтит он может из-за того, что у меня есть какие-то дополнительные настройки Mirror Vision у нас тут присутствует Вообще круто, мега классно Level Brightness, Adaptive Brightness Хорошо When Devices Rotated То есть это у нас все отлично Не вижу я здесь настроечки Цветовой температуры Возможно в принципе экранчик такой есть Такие у него просто параметры по умолчанию И все Language Intentput То есть мы думаю, что без проблем здесь найдем Русский, украинский и другие языки Да, вот у нас как бы все есть То есть как и у Дуги с этим проблем не было Ну и у Хоум Тома я думаю, что проблем тоже абсолютно с этим не будет Боковые рамочки настилизированы под металл Но они пластиковые Понятное дело, конечно, но сделаны классно То есть это не просто пластик А такой, скажем, каким-то лаком Лаком на поверхности И довольно-таки, скажем, приятный Вот, что скажу по дисплею Ну, то, что бросилось в глаза Ну, видите, немножко он подтормаживает Что бросилось в глаза Да, прикольно, что вы поставили такую темную золотистую тему На которой, по сути, мы ничего не можем рассмотреть Давайте поставим что-то поярче Вот, да А если здесь у нас отлично У нас здесь целая куча различных обоев Вот, люблю вот производители, которые Сразу пользуются, дают целую кучу обоев Которые они могут сразу проверить аппаратик И, соответственно, понять Какое у нас изображение Ну, за 60 долларов я могу сказать Что у смартфона отличный дисплей То есть, изображение, которое я вижу Это, ну, очень-очень даже-таки Очень-очень даже-таки хорошо За 60 долларов получить аппарат с таким дисплеем Я скажу, что это очень даже-таки отлично И тут однозначно То компании HomeTop я поставлю большой жирный плюс Так, 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 так Давайте, может, что-то еще Смотрите, какая фотка Из коробки Я просто в шоке Смотрите, какая фотка из коробки Кава Зелёва, 1829 год Это просто какой-то прикол Честное слово Ну, я не знаю Я не думаю, что продавец, конечно, сюда это все закидывал Те, у кого есть HomeTop Скажите, у вас из коробки Была такая фотография в HomeTop Или это уже продавец Так как знал, что отправляет в Украину Залил сюда такую фотку Ну, хотя, на самом деле, это было бы очень круто Вот, конечно, удивили, так удивили Ладненько, не будем сильно удивляться Давайте посмотрим цвета То есть, что я могу сказать по цветам Цвета, они не есть, скажем, какие-то мега-такие броски Они более у нас находятся, скажем, в таком Стандартном, нормально Нормально насыщенном варианте То есть, цвета у нас, ну, нейтральные Думаю, что будут у нас приятные Фактически Многим людям, которые пользуются смартфонами Ну, конечно, тем, кто любит Super AMOLED AMOLED дисплей Может быть, насыщенности, кажется, мало Но, ребят, ну, за 60 долларов Ну, что вы хотите от смартфона? Это и так очень круто То, что вы, в принципе, на нем видите Я вот сейчас вот рассказываю вам Ну, и сам себе немножко удивляюсь Обычно такие аппараты, в принципе, не хвалю Вообще, хотя аппараты, честно говоря, никому не советую Потому что, ну, ну, я не знаю Вот у меня запросы к смартфонам, они довольно-таки высокие Вот, ну, этот аппарат за 60 долларов То, скажу так, он меня очень даже-таки приятно порадовал То есть, я даже сам себе удивляюсь Но то, что я вижу, мне, в принципе, нравится Давайте посмотрим, какой звук Я просто сразу провожу аналогию с недавно смартфоном Который был у меня на канале Ну, как относительно недавно Это Dugi X5 Дуги X5 То есть, что мы там имели В Dugi X5, да, было все печально Все было на уровень хуже А цена была фактически та же Потом Dugi немножко исправили Сделали поинтересный дизайн Выпустили Dugi X6 И вот это HomeTop По сути, он находится в той же линейке Но То, что я вижу, то мне, в принципе, оно нравится Так, что я хотел... А, я хотел послушать звук Ну, звук довольно громкий Классный звук На самом деле, реально классный звук От этого смартфончика, честно, не ожидал этого звука Вообще классный За 60 долларов Ну, вот, реально аппарат меня просто поражает То, если у кого-то сейчас может закрасться такое подозрение Что я рекламирую этот аппарат Что мне кто-то за него заплатил Нет, мне за этот аппарат никто ничего не платил То есть, я его покупал просто на Алиэкспресс И это просто один из подписчиков попросил мне его заказать То есть, даже обвините меня в том, что я его нахваливаю То, что мне нужно его продать потом, тоже не получится Потому что и так я за него денег не платил То есть, оплатил его подписчики И так мне все равно, по сути Нет смысла мне как-то его нахваливать Там, не знаю, там, как-то что-то делать То есть, ну, реально вот сейчас я вам говорю То, что я вижу, то, что я слышу Ну, и то, что чувствую свои ощущения То есть, аппаратик очень даже такие Очень даже такие, я вам скажу Очень отличные ты даже получился за 60 долларов Давайте я сейчас еще так быстренько проверю камеру Ну, хотя бы просто, чтобы как-то Воу, тихо-тихо-тихо Чтобы понять просто, о чем у нас идет речь Ну, я не ожидаю от этой камеры Чего-то такого сверхъестественного Вот сразу скажу, да То есть, вы, в принципе, я думаю, что все видите, да Вот Вот, но это, смотрите, какое огромное приближение А если мы сделаем, скажем, вот в таком варианте Да, смотрится уже очень-очень даже-таки Я скажу, что неплохо То есть, камера вот так вот заочная Такой, скажем так, простой тестовый снимок На ближнем расстоянии Очень выглядит, очень, я скажу, что неплохо Давайте сейчас глянем еще на фронталочку То есть, по сути, это у нас будет распаковка И такой, скажем, обзор впечатлений Как бы первое впечатление Так, так, так Ну, и фронталка, я вам скажу За эти деньги она отличная На самом деле отличная Я не знаю, что там по батарее будет Ну, я знаю, что компания Дуги Не всегда у нас ставит отличные аккумуляторы Но даже если в этих 3000 мА будет 2500 мА То за 60 баксов этот смартфончик Намного, я сказал бы, что интереснее Чем многие другие его аналоги Ну, по крайней мере, из тех, что были у меня Так, что я хотел проверить? Я хотел проверить, работает ли здесь разъем наушников Потому что у Димы С канала Самихусами К сожалению К сожалению, разъем наушников То есть, не работал Или там один работал, не работал Я вот сейчас вот хочу это попробовать Сейчас хочу Хочу это проверить Будет А, да, видите, зачем здесь переходничок Просто стандартные наушники К сожалению, у нас вот так вот летают Может быть, может быть Проблема как раз была в том Надо будет Диму переспросить То есть, сюда мы вставляем Окей И сюда мы вставляем Окей То есть, таким образом, да У нас, как бы, все Становится на свои места Сейчас я поищу какую-нибудь музычку Я очень надеюсь, что она здесь есть Хоть что-то Альбомы, треки Нет треков Ничего нету Ничего нету Брррр Ладно, сейчас я что-то сюда воткну И тогда посмотрим Ну Что я вам могу сказать по поводу аппаратика Видите, я уже ставлю сейчас Antutu Сейчас сделаю тест тоже Antutu Ну и, скажем, это у нас будет Реально-таки практически Обзор смартфона по звуку Скажу, что очень достойный годный смартфон За 60 долларов У него отличный звук и в наушниках в том числе То есть, отличный звук и динамика И отличный звук также и в наушниках Единственное, конечно, что меня на самом деле напрягает Это вот этот переходник Я думаю, что Ну, большинство наушников имеет вот такой стандартный 14-миллиметровый, я так понимаю, да Я не замерял, не мерил, конечно Но я так понимаю, раз 16 То 14-миллиметровый адаптер Ну, было бы логично сделать в этом гнезде Все-таки 14-миллиметровое гнездо А уже переходник кому надо сделать с 14 на 16 Потому что это менее распространенный формат Ну, по крайней мере, как мне кажется И вот это вот, честно говоря, недоработка Ну, не может быть все идеально, конечно, в смартфоне за такие деньги Вот, и так в нем слишком много плюсов, как по мне на самом деле Вот, так что сейчас поставится Antutu И мы посмотрим, что он по тестам Да, да, кстати, вот я только что протестировал OTG OTG в этом смартфончике у нас не работает, не поддерживается То есть, флешка 100% рабочая OTG-переходник тоже 100% рабочий Вот, и OTG, к сожалению, у нас тут нету Кому это важно, то вот как бы учитывайте Также хочу отметить, что существует Pro-версия этого смартфона Уже вроде как появилась или уже есть в продаже Отличие в том, что там 35-ый Pro Там 2 гектара оперативки и 16 встроенные Здесь у нас 80-ый Pro Гек оперативки И только 8 встроенные Из которых у вас доступны изначально Ну, я так думаю, что Довольно-довольно такие, скажем, меньше То есть, 8 у вас доступны 4.73, ну, пускай это немножко поставил Лос-Андроид, откушал только Почти что-то 3 гигабайта Но это, я вам скажу, довольно-таки Немало Вот, сейчас мы уже ставим Antutu И сейчас посмотрим, какие у нас будут тесты Ну что ж, у нас Antutu показал 21 521 балл Это, ну, не такой уж маленький результат Учитывая стоимость, опять-таки, аппарата И не самый новомодный процессор Давайте еще пробежим немножко по характеристикам HD-разрешение, 8 мегапикселей камера Даже если она здесь 5 с интерполяцией То, в принципе, неплохо То, что я увидел 4 ядра процессора, 1.3 Частота его 320 dpi Вот, не знаю, как здесь 320 dpi будет, честно говоря Но все же, кому интересно, можете перечислять Фронталочка 5 Ну, если реально 5, то, ну, очень даже-таки Я сказал бы, что хорошо Вот Ну, и все Единственный также минус, который также мне больше Слышался в глаза Это то, что сенсорные кнопочки нижние не подсвечиваются Для кого это важно То, в принципе, учитывайте Хотя, с другой стороны Что, в принципе, хотеть Какие-то претензии определять к этому смартфону Которому 160 долларов И вполне-таки, я считаю, что годный кандидат И годный вариант к приобретению Ссылочка на продавца, который я покупал Будет лежать под видео Кому интересно Заходите, смотрите И, в принципе, можете приобретать Аппарат ехал не очень долго Вот Хорошо, что успел до китайского Нового года Вот И я думаю, что завтра фактически он сможет поехать Уже своему покупателю Своему владельцу Вот На этом я тогда с вами буду прощаться Пишите свои комментарии по поводу этого гаджета внизу Ссылочка на продавца под видео Если видео понравилось Вот так вот Ставьте тоже свою оценочку внизу Подписывайтесь на канал Ну и все Всем большое спасибо за внимание Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok